Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в очередной раз мы встречаемся с яркими представителями российского бизнеса, которые рассказывают нам о своей жизни, порой непростой, порой яркой, интересной, насыщенной. Сегодня в гостях Владимир Канин, основатель сервиса мобильного эквайринга PayMe. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Ну, а тема, которая нас сегодня заинтересовала и действительно заинтересовала, потому что уже есть вопросы на электронную почту. Тема мы назначили так. Система приема электронных платежей не способна облегчить жизнь бизнесу и частным клиентам. Ну, бизнес, да, как корпоративную историю мы выделили в отдельный, так сказать, сегмент. Частную историю в другой сегмент. Ну, и вот об этом мы сегодня, я надеюсь, интересно поговорим с Владимиром. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Это возможность позвонить и задать свои вопросы непосредственно Владимиру. Он на них, я уверен, ответит. И также для этого мы используем с вами адрес электронной почты finam.fm. Заходите по этому адресу, по этой ссылке и задавайте свои вопросы в электронном виде. Ну, и, собственно, давайте начнем разговор. Владимир, традиционно как появилась эта идея, но, может быть, идея не столь революционна, потому что, извините уж, живем в 21 веке, все в интернет, все, все, я не знаю, скоро мы с вами и встречаться с тобой только в интернете. Я почему-то сегодня подумал, когда готовился к программе, вот, интересно, радиоэфир, несмотря на то, что у нас есть онлайн-вещание, а радиоэфир вообще можно выставить только в интернете, не встречаясь визуально. Это можно, но не нужно, я думаю, потому что, ну, вот сейчас мы глаза в глаза, ведь в этом прелесть, да, даже если мы, так сказать, не о телевидении говорим, а о радио, все равно, так сказать, вот это непосредственное общение, оно создает эту прелесть. А когда ты разговариваешь, я просто, так сказать, из своей, так сказать, жизни, да, пример приведу, есть такой способ общения, онлайн-семинар, так называемый. Вроде бы то же самое и все, но ты смотришь в монитор, разговариваешь с монитором, хотя, понимаешь, с той стороны тебя там огромное количество людей видит и слушает, да, и что-то там тебе пишет, но это, наверное, не очень правильно. Ну да ладно, и так, 21 век на дворе, все в интернет, все в интернет, и вот идея это мобильного эквайринга, откуда она взялась? Смотрите, спасибо, во-первых, спасибо, что позвали, очень живая, интересная тема, мы с удовольствием последние месяцы про нее общаемся и со всех сторон, и с журналистами, и с банками, и с малыми предпринимателями. Сегодня расскажу много нового, интересного, для кого-то это будет, кто следит за технологиями, для кого-то это будет уже новость годовалой, да. Ну а в принципе, да, вот этой новости сколько лет? По сути, мобильные терминалы присоединить к смартфонам, к планшетам и прочее, идея пришла, и она запатентована была в США, патент 2010 года, ну, 2011 год это начался, это вот-вот, да, да, это стартап тогда еще, сейчас это очень мощная и зрелая компания, которая растет не по дням и по часам, что называется, называется Square, сайт ее SquareUp, и их устройство, еще меньше нашего, если вдруг вы видели на нашем сайте это дело, вставляется в разъем наушников размером чуть больше 5-рублевой нашей монеты, чуть больше, ну, и потолще, и с прорезью для приема пластиковых карт банковских, магнитных. Это важно, потому что мы сегодня обязательно про это поговорим. Вот, и бесплатная программка, вы это устройство покупаете там за 10 долларов виртуально, потом вам эти 10 долларов возвращаются, и вы, будучи любым малым предпринимателем, или даже немалым предпринимателем, завтра способны принимать пластиковые карты. Это хорошо было воспринято на всем американском пространстве, да, североамериканском, а потом очень быстро переметнулось в Европу. — Ну, надо, наверное, сказать, да, что все-таки на североамериканском пространстве в основном воспринимаются, да, позитивно вещи-то нужные, да, потому что там ребята не будут размениваться. — Силком не заставишь никого. — То есть там либо рынок быстро адаптируется к этому, и начинается, что называется, тягой рынка, да, либо силком, но... — Да, ну не пошло, значит, ты не нужный. — Ну, такова жизнь. Вот, значит, в течение нескольких месяцев это набирало обороты, потом перекинулось в Европу. Важный очень момент — это то, что и Северная Америка, и Европа по проникновению пластиковых карт на население, прекрасно знаем, ну, то есть, кого не возьми, как в книжке, самые отсталые слои населения, две карточки вынь да положь. Поэтому темпы роста вот этой компании, как быстро они насыщали, плюс дешевизна этого устройства, за два года компания превратилась, ну, по моим данным, прошлый год они закончили с оборотом 10 миллиардов долларов. — То есть практически если о стартапе идет, то это с нуля, да? — С нуля, не практически, а с нуля, да. То есть несколько хороших патентов таких общих, то есть мы все читали, следили за ними. Вот, и, значит, там ходили разные слухи, что монстры вот этого бизнеса, на них уже обратили внимание, но они растут быстрее, чем аппетиты монстров. Вот, они независимая компания. По-моему, они вышли на биржу, я это не помню, но это не принципиально абсолютно. Вот. После этого они получили в партнеры по всему миру Starbucks, и пошло-поехало, что называется. Вот, значит, как дальше эту идею посмотрели? Я очень много в силу своей занятости стартапами или технологиями много езжу, и увидев это в США в свое время, мы не касались до этого мобильных платежей, банковских платежей здесь хватает. — Занимались принципиально иными вещами. — Другими. IT тоже, многие стартапы, там, хай-тек, что называется, но не из этой сферы. Вот. И я с ожиданием, с удивлением наблюдал, что в России такая история не появляется. В Европе есть, а в России нет. И мне все время казалось, что вот-вот не сегодня-завтра. А потом в какой-то момент, я обсуждаю это с друзьями, с командой, у меня очень хорошие партнеры и команда, обсуждаем. Мы сами себе поставили некий дедлайн, сказали, ну, хорошо, ждем еще пару месяцев, а потом идем, да, если не вы, да, кто... — Да, да, вот, так и получилось. То есть наши контакты по предыдущим проектам и по другим проектам, позволяли нам с людьми из банковской сферы пообщаться. И ответ был очень простой. Да, конечно же, не вы первые. Чудес не бывает, и к нам уже приходили с этой идеей. Мы говорим, ну, хорошо, не мы первые. А где продукт? Я говорю, а не все так просто. Выяснилось, что там ландшафт, что называется, банковских карт в Америке, в Европе кардинально отличается от постсоветского пространства или там... Ландшафт, если можно поточнее. Да, объясню. То есть карты все те же самые, но требования платежных систем, банков, к безопасности этого дела у нас кардинально выше. Ну, потому что у нас репутация, реноме стран, где там воруют карточные номера в интернете. На правый налево. Есть страны, где не рекомендовано платить карточками там в уличных ресторанах, ну, кафе и так далее. И поэтому, говорит, все, кто к нам в банке, нам банк, уважаемый, говорит, все, кто до вас к нам приходил, говорили, вот американское устройство, а мы не можем, банк, говорит, а мы его не можем позволить здесь использовать, потому что там нет защиты, там нет еще чего-то, там и так далее, и так далее. Я говорю, то есть, получается, требования в чем? Адаптация под требования безопасности? Они говорят, да, мы на завтра, я извиняюсь, это, может быть, выглядит как в кино, мы на завтра взяли билет, полетели в Азию, наши китайские, тайваньские друзья и так далее. И у нас был уже в голове там идея заказа, как, что нужно сделать, чтобы адаптировать. Валер, я прошу прощения сразу, а у ребят, которые до вас приходили, у них как бы очевидной вот этой идеи не возникло? Я не очень знаю там бэкграунд или опыт предыдущих этих ребят, по моему подозрению или мнению, ну, по слухам, да, что им там не хватало, может быть, опыта вот хай-тек или работы с устройством. То есть для них это проблемы, да? Им сказали, нет, ребят, они говорят, ну, тогда ладно, развели руками. Да, заплакал и убежал, что называется. Вот, нас это не испугало, потому что наш опыт предыдущих нескольких лет, мы как раз работаем с устройствами, с фабриками, понимаем, как с инженерами общаться, как кастомизировать. Вот, нашли несколько фабрик, которые согласились с нами посотрудничать по кастомизации, именно по вопросам безопасности. И вернуть, как выяснилось, что это уже было ровно вот в то время, когда фабрики сами говорили, а вот для стран Восточной Европы и так далее, такой вот продукт как бы будет готов. И мы... То есть они именно вот в этом отношении ориентировались, да, иностранные, зная эту проблему. Поэтому вот эту адаптацию там не мы изобрели, вот именно секьюритизацию или там вопросы безопасности, но тем не менее мы были там тем первым заказчиком, да, который сказал, нам нужно, чтобы это было не просто устройство, а оно соответствовало вот таким вот требованиям. Мы вернулись через несколько недель к банку, да, или к банкам, на тарелочках, а вот такая концепция, ну что банки, ну это же совсем другое дело. Созвали консилиум врачей, да, ну в кавычках, посмотрели на все это дело, сказали, теперь это может взлететь, может заиграть. И, соответственно, мы обратились в международные платежные системы, потому что они являются главными игроками на этом рынке. Они запросили у нас кучу технических подробностей, отправили это экспертам, и через совсем непродолжительное время... Но при этом международные платежные системы уже были знакомы с этой технологией. Конечно, конечно, конечно. Знакомы и при всем при этом понимали, а так как и для них это новое, да, потому что что для них классическое? Банкомат, терминал в магазине, к которому вы рассчитываетесь, мобильный может быть, там вот с принтером, там такая вот полукилограммовая штука, которая вам курьер иногда приезжает и мучается доставать. Пиццу привозит. Абсолютно, да. Вот, и, соответственно, вот эту новую технологию, когда терминал, это не более чем там адаптер или там какое-то устройство для прокатывания карты, да, для считывания карты, а все остальное, шифрация там что-то еще, передача данных, все в смартфоне. У нас сегодня смартфон мощнее, чем у NASA все суперкомпьютеры, когда на Луну отправляли, они там... Ну, в свое время, конечно, это очевидно. Поэтому грех не использовать такие возможности, которые у нас в кармане. А при этом обычный вид смартфона, да, никаких дополнительных? Абсолютно, абсолютно. У нас есть некоторые ограничения к совсем так называемым но-нейм смартфонам Android, про которые мы ничего не знаем, которые плохо себя там, нестабильно себя ведут, так скажем. То есть мы, сейчас скажу про версию Android, мы изначально хотели сделать все красиво, мощно, и сделали версию с анимацией, и каждый... Володя, я прошу прощения, у нас сейчас новости на Финам.ФМ, мы их послушаем, а потом продолжим разговор. Спасибо. Что ж, продолжим сегодняшний эфир, тема которого системы приема электронных платежей, как они способны облегчить жизнь бизнесу и частным клиентам. В гостях, я напомню, Владимир Канин, основатель сервиса мобильного эквайринга PayMe. И для вас, уважаемые слушатели, еще раз я произнесу это вслух. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, это телефон прямого эфира. Звоните, либо пишите на сайт финам.ф и задавайте свой вопрос, потому что тема очень и очень интересная. Собственно, Владимир, ушли мы на новости, вы рассказывали интересную историю. Давайте продолжим. Итак, собственно, как формировалась ваша сегодняшняя позиция на рынке? Позиция на рынке, да. В итоге мы пришли к банку и сказали, что мы готовы предоставлять теперь решение, которое удовлетворит и вас, банк, с точки зрения вашей безопасности, или банковской индустрии, и международные платежные системы, которые крайне заинтересованы, для них это проникновение увеличивается, ожидания такие, что в разы. Потому что сегодня малый бизнес или средний бизнес, который хочет принимать карточки, у него очень простая задача. Ему нужно найти хороший банк, кто-то с этой задачей справился, а потом нужно найти подходящую для себя схему, то есть купить вот этот действующий терминал, не наш, а классический, мы называем терминалы вчерашние, они стоят 500 долларов, 15 тысяч рублей. И кипу документов собрать с мелким-мелким шрифтом, кучей условий. Я всегда это в пример привожу. То есть берем малый бизнес и говорим, ты подключался к эквайрингу классическому? Да, сколько занял? Он говорит, до месяца или там сбор документов, рассмотрение. А дальше все очень просто. Если ты бизнес действительно малый, то банк тебе это все продаст и поставит высокую комиссию. Если ты хочешь меньше комиссии, ты должен какие-то объемы пообещать. А ты пиццу, как вот вы сейчас говорите, наш любимый пример. Или там курьерская доставка. Ты не можешь ему обещать никаких объемов. Поэтому, когда мы сравниваем нас с классическим предыдущим эквайрингом, мобильный эквайринг наш с предыдущим, мы говорим, для тебя это в 10 раз меньшее деньги. То есть не 15 тысяч, а полторы сегодня это устройство стоит. И в 10 раз меньше затраты по документам, времени и так далее. Ты заходишь на сайт, ты регистрируешься, загружаешь нам сканы документов. Это монолог бизнесмену непосредственно. Обращение бизнесмену. Для тебя это все гораздо... Ты потратишь на это 3 дня. Собери все документы, отсканируй. А банку? Банку? К кому? Ну вот, или в данном случае... В данном случае мы выступаем для фронтмена, мы выступаем для пиццерии. Мы говорим, мы за тебя пошли в банк, договорились об условиях, все подключили. То есть я вот именно об оборотах, да, был пример, что там, если малые обороты, ребята, я должен вам включить комиссию. Чем мы хороши для банка? Мы приносим у тех клиентов, до которых он никогда не достучится. А если достучится, то очень не скоро. Он большой, мощный. А чем мы хороши для малого бизнеса? Тем, что он придет в банк, и на него не будут смотреть с высока, ах, ты вот там пиццей торгуешь. Потому что мы, мы так называют, ну, пылесосим рынок, собираем всех, давайте скорее. Вот мы агрегатор, ну, агрегатор не совсем правильное слово в данном смысле, но тем не менее, то есть мы некий комбинат, вот мы всех комбинируем и по упрощенной процедуре говорим. Да, мы переговорили с банком, мы упростили, да нельзя процедуру. Вот раньше было у вас 15 документов, а сейчас 7. Отсканируйте, отправьте, мы рассмотрим, банк одобрит. Мы вам послезавтра пришлем смс и e-mail, пожалуйста, берете устройство и в бой. Здорово, ну, если говорить, да, нет, здорово действительно. Потому что, я же еще раз говорю, да, мы каждый день встречаем с представителями малого и среднего бизнеса. И уж какие только, когда речь идет о документообороте, каких-то, да, юридических нюансах, Уж какие только истории я здесь не наслушался, потому что сердце кровью обливается всегда. Ну, мы сами, мы сами субъекты малого предпринимательства, мы понимаем, что это такое. И все это бюрократия и прочее, то есть все это, мы стараемся сделать жизнь наших коллег по бизнесу, ну, коллег не по индустрии, а по собратьев бизнесменов, давайте так говорить, легче, потому что каждый день ставим себя на их место. Заговорили о пылесосе, о неком, да, в кавычках, вы пылесосите эту тему, да, это пространство, ну и результат, как быстро наполняется мешок. Так, смотрите, сегодня мы продали несколько тысяч устройств, при всем при этом не все они еще активированы, потому что человек может купить, а дальше идти собирать там документы. У нас выясняется, да, что хотя мы каждый день обновляем, там, улучшаем сайт, делаем понятнее и прочее, каждый день нам звонят люди или пишут службу поддержки, а как мне отсканировать документы, а как мне там вот это. Ну, и не страшно, да, малый бизнесмен, он только-только начал этим заниматься. Вот, количество регистраций несколько сотен, количество транзакций в день абсолютно плавающая величина. То есть у нас есть компания, мы ей гордимся, мы про нее не рассказываем, когда он спрашивает, а какие у вас вот виды бизнеса? Ну, само собой есть пицца, само собой есть там такси, да, при всем при этом таксисты и частные, они же ИП, да, то есть он взял, у нас есть ювелиры, у нас есть, вот, и кем мы гордимся, это астрономы. Когда я первый раз увидел это, я говорю, а что же они такое продают? Мы выяснили, что они продают, не скажу, не буду раскрывать их тайну. То есть, к примеру, есть транзакции, которые, ну, карта прокатана на 100 рублей, есть карта прокатана на 100 тысяч рублей, поэтому мы в самом начале пути, и рынок абсолютный, у нас есть несколько компаний, конкурентов, и мы знаем, что у них похожая история. То есть, на вопрос банка или на вопрос платежной системы, а кто ваш клиент, мы говорим, да вот вам Россий, выбирайте, есть и то, и другое. Большой бизнес тоже очень стал интересоваться, страховые компании, онлайн-ритейл, доставка, представляете, раньше им нужно было терминал, позвоните в любой ритейл, там, уважаемая компания, я им звоню, говорю, мне нужен смартфон, они говорят, а вы карты или наличные? А плату наличными, да? Да, я говорю, карты, они говорят, тогда на послезавтра доставка, потому что у нас всего два специально обученных человека, которые не ленятся таскать эту тяжесть. А здесь мы скажем, вы за эти деньги, там, всем им раздайте и положите в кармашек или на брелок. То есть, там огромный интерес проявляется. Страховые, да, то же самое, агенты страховые, да, то есть, агенты говорят, нам удобно, что деньги сразу уходят в страховую компанию, в повышение ликвидности нашей комиссии, ну и так далее. Да, и все, что угодно, просто, да, деньги уплочены, что называется, уже состоялся. А раз цена входа вот в прием платежей в 10 раз меньше, то и риски меньше. Конечно, конечно, конечно. Кстати, вот вы говорили о том, что есть карта прокатанная 100 рублей, а есть карта прокатанная 100 тысяч рублей. Есть какая-то принципиальная разница? Никакой принципиальной разницы нет. Мы говорим для больших клиентов, мы говорим, конечно, давайте дружить, давайте мы за вами будем смотреть какие-то спецусловия, интеграция с их учетными программами, чтобы он не просто у нас в личном кабинете это видел, а чтобы он к себе там в бухгалтерию это затянул сразу. Ну, то есть мы даем те сервисы, которые банк тоже никогда, ну, может быть, неправильное слово, почти никогда никому не дает. Ну, не хотел бы он, наверное. Конечно, это не его бизнес, это его задача банк. Вот, а мы говорим, что окей, если ты хочешь, чтобы у тебя в онлайне виделись транзакции, ты мог финансовое планирование, ты мог, ну и так далее. То есть бизнесу мы говорим, что мы им даем на ладошке возможности интернета, онлайна и так далее. Кстати, я вот сейчас подумал о том, что начиная с этого, о вас непосредственно, начиная с этого, можно, наверное, и спектр ваших услуг несколько расширить, да, если вы будете там каким-то образом взаимоотношения с бизнесменами строить, это будет не только система взаиморасчетов, а может быть, вот и аудитники, да, какие-то финансы. Дополнительные услуги, мы можем некие логистические фокусы показывать. Если смартфон ваш определяет координаты, то тогда вы, у нас сегодня владелец пиццы по легенде. Да, вы, вы, вы сегодня владелец пиццы по легенде, у вас есть 10 курьеров. И вот вы их отправили, они у вас по району где-то ездят, а дальше вы видите, в каком, на карте вы можете посмотреть, пожалуйста, где оплаты совершаются, в какое время, вы можете логистику отшлифовывать, перенести куда-то там точку и так далее, и так далее. Все правильно, да, это очень удобно. У нас есть вопросы, я уже об этом говорил, и давайте на один из них ответим сразу. По крайней мере, вот в самом начале, да, мы определяли с вами два вектора, что ли, каким образом мы, значит, используем вашу, ваш сервис для бизнеса, да, мелкого, среднего, крупного, не суть важна. И есть ли такая возможность у частного клиента, вот, собственно, Алина и пишет, возможно, использовать сервисы поими частными лицами. Да, мы запускаем эту, анонс, спасибо, что есть возможность широко рассказать, мы через пару-тройку недель анонсируем этот сервис для частных клиентов. Причина этому проста, мы с первых дней запуска продукта получаем запросы и просьбы, сделайте для частных лиц, перевод с карты на карту, да, то есть это переводы. Мы этот функционал закончили тестировать, сейчас мы думаем, как правильно его там подать рынку. Ну, там принципиально какая-то разница, да? Никакой принципиальной разницы, точно так же карта прокатывается, для чего это сделано, для безопасности, для ускорения, неважно, вы хотите, ну, давайте, вот, тот же, ну, пицца у нас заканчивается, хватит про пиццу, мы с вами, мы с вами вчера посидели в ресторане, у меня не было денег, или у вас не было денег, ну, вы говорите, да нам вот карточку мою возьми, прокатали, тысячу рублей вы мне вернули за ужин, пожалуйста, то есть такие переводы, частные, материальная помощь, бабушке вы хотите отправить свои деньги, прокатали, отправили, бабушка, ребенок, или получил на другом конце страны. А либо еще, да, не знаю, насколько это логично, если у меня есть смартфон, у меня есть приспособление, у меня есть карточка, могу ли я, имея все это, не знаю, там, коммунальные платежи какие-нибудь оплатить? Вот в корень зрите, приятно с профессионалами бизнес-темы общаться. Да, конечно, мы это рассматриваем, мы сегодня обсуждаем всю механику этого процесса, начинаем, наверное, с оплаты мобильных телефонов, да, то есть нам один шаг, условно говоря, остается, да, а потом там ЖКХ, ну, пока не забегаем вперед, мы хотим все-таки так основательно устаканить с основным бизнесом, эквайринг, прием платежей, а само собой, конечно, в это приложение напрашивается и оплата мобильных. То есть опять это к разговору о том, что все практически наши, ну, как минимум финансовые, да, вот эти вот взаиморасчеты, они со временем в интернет просто уйдут, никаких наличных денег. В интернет, смартфон и так далее. Ясно, что все вокруг знают про то, что сегодня бесконтактные платежи наступают, NFC, которые уже, ну, много кто слышал, что это такое, там, в последних моделях смартфонов это уже встроено, там, по-моему, в BlackBerry это встроено уже года два как, но еще нет критической массы. То есть мы все знаем, но негде платить, там, ну, что, метрополитен у нас сегодня есть, и, по-моему, заправки некоторые, там, в Макдональдсе и так далее. Ясно, что пластик, вот, когда меня спрашивают, когда умрет пластик, я говорю, не скоро. И если проводить аналогию, то это полная аналогия, там, с компакт-дисками или с DVD. Вот до сих пор, я думаю, можно найти людей, у которых магнитолы и диски и все это. Вот пластик точно так же будет еще очень долго-долго жить. Ну, у этих людей почему магнитолы и диски? Может быть, они ностальгируют? Может быть. У них же рядом стоит, да, и другая. А продолжая эту идею, а может быть, я буду ностальгировать? Мне хочется кусочек пластика с собственным дизайном, выпуклые буковки. Нет, на самом деле, мы когда вот сбанкировали, в частности, тему обсуждали без наличных платежей и пришли к выводу такому, что действительно, ведь, может, это не очень удобно, да, непосредственно наличные деньги или тот же пластик. Но в любом случае, ты как вот психологист, ты ощущаешь, что у тебя деньги в руках, как бы они не выглядят в руках. Нужно что-то потрогать. А в случае виртуальности... А в этом случае их же нет совсем. Если вспомнить, вы вспомните себя, как вы перешли, ну, стали пользоваться картами. С трудом. Да. С большим трудом. А потом деньги стали утекать быстрее, потому что ты их не ощущаешь. Я считаю, что тот же самый качественный скачок будет, когда от пластика мы откажемся, и они начнут ухать, ну, какие-то виртуальные цифры из моего кошелька в смартфоне. Но, тем не менее, конечно, прогресс идет, и я считаю, что платежи... Ну, его не остановить, как минимум, да. Но, тем не менее, пластик не умрет ни завтра, ни послезавтра. Больше того, там прогресс движется, мы за ним следим, за требованием международных платежных систем. Там начинаются карты с чипом, начинаются NFC, то есть, ну, усиливается технология. Магнитная полоса устаревает. Ну, пока, тем не менее, остается. Значит, у нас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжим, уважаемые слушатели, продолжим наш эфир. В эфире Финам.ФМ.Бизнес.Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Владимир Канин, основатель сервиса мобильного эквайринга PayMe. И мы обсуждаем тему, как системы приема электронных платежей способны включить нашу с вами жизнь. И не только жизнь бизнеса, нашего же с вами, но и жизнь частного, так сказать, клиента, физического лица. Вот, в частности, мы отвечали на вопрос Алины. Я за эфиром как раз с Владимиром и перемолвились. Он сказал, во-первых, что это самый часто встречающийся вопрос, это раз. А с другой стороны, вот та же самая Алина каким-то образом где-то услышала, да, уже о существовании этой технологии. И вполне логично задает этот вопрос. Еще один вопрос от Данилы. Ну, наверное, все-таки он с прицелом тоже спрашивает. Пишет он так, Владимир, расскажите о ваших планах в Казахстане. Не случайно, видимо, это, да? Видимо, все-таки шило в мешке не утаишь. Да, и как-то это муссируется. И в социальных сетях мы в последнее время анонсируем это дело. Казахстан опередил Россию, я должен, вынужден это признать. Ну, что сделаешь? В части приема пластиковых карт, там вступил закон в силу с 1 января этого года, где каждое торгово-сервисное предприятие, это называется у банков в терминах, или там каждый коммерсант или мерчант, как угодно называйте, магазин, или там торгово-сервисное предприятие, обязано с 1 января предоставить возможность клиенту, покупателю оплатить. С 1 января этого года. Вот уже два месяца вступил закон в силу. С 1 января этого года предоставить. То есть если вы как покупатель приходите и говорите, что я хочу оплатить картой, А вам это не дают возможности, то есть ваши права нарушены, а соответственно этот продавец, чего он там вам продает, он нарушил закон. Соответственно, это один из редчайших случаев, когда нам, начинающим бизнесменам или как угодно, молодым проектам, когда государство не палки в колеса вставляет, а протягивает руку помощи. Поэтому здесь именно мобильные терминалы, про которые мы говорим, они как нельзя кстати решают задачу, как коммерсантам, как торгово-сервисным предприятиям выполнить этот закон. То есть там государство в явном виде, причем этот закон готовился не два дня. Ну очевидно, конечно. Он хотел пропагандировать, популяризировать пластиковые платежи, потому что про преимущество, почему это нужно государству, все понятно. Прозрачность, как минимум, уменьшение денежной и наличной массы и все сопутствующие штуки. Так вот, мы за месяц до вступления этого закона в силу в Казахстане, мы уже как раз были запущены здесь и получили несколько мощных запросов от топовых банков. То есть просто они, видимо, пытались узнавать, не подойдет ли это решение для Казахстана, и оно очень подошло. Вот, сегодня мы запустили пилотный проект, и, наверное, тоже, наверное, в течение месяца мы его закончим, и объявим уже, это крупнейший банк страны, это нужно и банку, это нужно там и пользователям, это нужно и государству. И мы, соответственно, ну вот мы открыли там офис, набрали команду, и сейчас мотаемся между Москвой. Это здорово. Владимир, вот я посетовать хотел, ну так, знаете, по-стариковски, ну неужели, смотрите, действительно, вполне очевидная задача, да, с точки зрения государства. Наличка, это не очень хорошо, даже сегодня где-то вот Медведев выступал, говорит, надо с серыми зарплатами бороться, ну как с ними бороться-то, боже мой, не будешь ходить, да, и бороться. И бороться, вот это. То есть плюсов огромное количество, но тем не менее, Казахстан решает этот вопрос, а Россия не решает этот вопрос. У меня есть ответ на это, как ни странно. Больше того, мы на прошлой неделе выступали на конференции, да, ее сделала компания Visa, там было пять стран, да, мы показывали свое решение, мы продемонстрировали. И когда общались после этого с банковской индустрией, не только Казахстан, поверьте мне на слово, то есть еще несколько, там Азербайджан, еще, то есть тренд абсолютно четкий. Может быть, потому что страны поменьше и проблем у них меньше, да вряд ли, конечно, это просто нужна такая, такая добрая воля нужна, то есть мы этим занимаемся. А дальше, да, потому что, поверьте мне, наши банки, да, вот уважаемые российские банки, мощнейшие специалисты, вот я как IT, занимаюсь IT много лет, два десятка лет уже занимаюсь. Могу оценить, профессионалы в высшей степени. И уж точно эта задача по силам. Ну, не завтра вот у нас не будет налички, нет, это невозможно. Но, тем не менее, поступательно, шаг за шагом, конечно, конечно. А обратите внимание, не первый год декларируется, то мы 600 тысяч лимит поставим, то мы там 300, то еще что-то. И, по-моему, только в январе, кстати, после казахстанских вот этих анонсов про закон, только в январе я прочитал в газетах у нас, что, а вот, не мешало бы тоже нам обязать предприятие и так далее. Ну, как бы это не превратилось вот в некое обязательство, но, потому что... Которые не требуют, да, тем не менее, исполнения. Что очень часто бывает, к сожалению. Сегодня, сегодня, и это обе платежные системы, и Сбербанк подтверждает, сегодня пластиковые карты в России, по-моему, 80 с чем-то процентов пластиковых карт используются всего два раза в месяц. Чтобы снять зарплату. Абансы зарплаты. Забавно, у нас есть звонок от слушателей Сергея, и вот он предлагает подискутировать, я так понимаю, насчет того, действительно, есть ли польза от наличных денег или нет. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Во-первых, большое вам спасибо за такую интересную передачу. Спасибо. Я вообще с удовольствием всегда вас слушаю, у вас всегда интересная вся передача. Что я хотел бы сказать, вот смотрите, вот сейчас говорили о примере Казахстана, я вам могу, почему бы не взять пример Узбекистана, смотрите, что там произошло. Они полностью, будем говорить так, перешли на безналичную форму оплаты. С помощью карточек, правда, я не говорю об акваринке, сейчас просто вот две секундочки, я просто уделю такое внимание. Что произошло? Небывалый рост коррумпированности, в каком плане? На рынке, к сожалению, не продают по карточкам, приходится искать наличные, зарплаты перечисляют на наличные, причем с драконовскими методами. Люди ходят с этой карточкой, так вот для того, чтобы обналичить деньги, казалось бы, 100 рублей на карточке и 100 рублей на кармане, в принципе, они должны быть одни и те же деньги. Так вот, чтобы получить наличные деньги и пойти отовариваться на рынке, купить лук и мясо, люди теряют по 20%, понимаете? То есть находятся обязательно жучки, которые с удовольствием это дело производят. Это первое. Второе. Поскольку это дискуссия. Второй момент. Вы знаете, наличное в кармане, оно всегда способствует как-то более ласковому разговору с продавцом. Исхожу из личного опыта. То есть при потряхивании нежным перед носом продавца наличными деньгами цена может упасть до 25%. Использование же электронных денег, как правило, мы же должны содержать людей, которые такое классное дело сделали, понимаете? Ну и третье, конечно, государство. Оно впрямую заинтересовано исключить наличные деньги. А ведь, по сути, если так разобраться, наличные деньги – это что? Это сила мощности государства. По логике вещей, если у нас нету наличных денег, значит, мы нищие. У нас ничего нет. У нас есть виртуальные деньги, которыми можно... Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Поняли, поняли. Спасибо, Сергей. Спасибо за звонок. Спасибо. Отличная, отличная реплика. Я готов прокомментировать, если интересно. Кстати, вот история с Узбекистаном, она известна как-то, да? Известна. Известна. Там тоже политическая воля. Но здесь я считаю, что это перегиб, да? Потому что то, что Сергей говорит в деталях – это правда. А это похоже на правду. Потому что у нас такие же данные, что там вот прямо зажаты все гайки на эту тему. Ну, это перегибы. Без наличных невозможно так же, как я и говорил, что без пластика. И мир, наверное, не окажется без наличных. То есть, я так понимаю, всем приказали или там исключить наличные деньги. Но это в черный рынок всех гонит. Да, да, да. А рассчитаться карточкой невозможно. Да. Вот. А второе, то, что Сергей сказал по поводу, что наличные – это там сила, мощь и золотовалютный запас. Я здесь в корне не согласен, потому что, как все мы знаем, давно не существует явной прямой связи. Ну, монетарную политику там можно обсуждать бесконечно. То есть, золотовалютный запас не лежит все-таки, да, в физическом смысле где-то. И в явном виде наши бумажные купюры – это не есть отражение золотовалютного запаса. Тем более, да. Поэтому какая разница, где они виртуальны? В напечатанных купюрах? Ну, вот, тем не менее… Да, да, абсолютно правильно. И вот, Сергей, третий вариант, да, в защиту наличных предложил, как аргумент в споре продавца и покупателя. Это временно. Я считаю, что это как раз спрос и предложение. Если продавец хочет уступить, да, и если мы говорим не про Узбекистан, там стоимость наличных, видимо, зашкаливает. А в каких-то более-менее реальных вещах, да, и там в России, если я буду продавать, там, извините, на рынке что-нибудь, там, зелень какую-то, то, по сути, если стоимость комиссии будет резонная и деньги мне поступят завтра на расчетный счет, как в нашем случае это происходит, да, то мне побольше… или поступят на мою пластиковую карту, что почти равносильно наличным, то мне главное продать эту зелень, чтобы она не завяла. И я точно так же за такую же транзакцию, точно так же, если я хочу сделать скидку, я сделаю и 10, и 20 процентов, потому что мне важнее… А, кстати, вот о зелени здорово. А у продавца зелени может быть? Конечно. Конечно, вот я принес, просто забыл, что я на радио, а не на телевидении, я принес смартфон, который сегодня на рынке, ну, на прилавках в Москве продается дешевле 3000 рублей. Вот, поэтому… То есть он доступен, да, мы говорим? Абсолютно, да, и вот, ну, не сегодня-завтра комплект вот такого смартфона, даже если у него нет смартфона, а я видел на рынке, поверьте мне, там не 3000-рублевые смартфоны, то есть если у него сегодня есть смартфон, или даже нет, то плюс наше устройство, ну, 4000 рублей это будет стоить. Ну, это колоссальное удобство. Он же не покупает за 4000 рублей нечто, что вот он раз в день провел транзакцию. Он покупает себе обычный смартфон, где там в тех же соцсетях, он делает все. И вот это устройство… И плюс еще. Да, да, то есть это для него некий дополнительный способ приема, как онлайн-сайт, да, мы принимаем такие деньги, сякие деньги, вот такие, такие. То есть когда ты расширяешь возможность человеку расплатиться, ты повышаешь привлекательность своего товара. Если мы продавца зелени, говорим, да, вот пришла, там, не знаю, покупательница, говорит, все хорошо, но на твою зелье у меня кончились наличные. Вот я там на семгу все потратил рядом, а я карточки беру. Ну, и он, 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 они же очень быстрее, быстрее всех соображают на эту тему. Конечно, конечно. В том числе и с такси мы общаемся, они говорят, иностранцы, нет сдачи, нет валюты. Ну, с такси, как правило, да, я сколько раз сам расплачиваюсь наличными, вдруг, ну, понятно, что здесь может лукавить, либо у меня нет необходимого количества купюр, либо у таксиста нет сдачи. Случайно. Сдачи, да, 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 и важно, случайно, не случайно, и в результате вот я несколько раз именно так, потому что надо бежать уже, там, в аэропорте, тем более, если ты... Мы с вами там все бываем за границей, и сколько раз, когда ты эту валюту будешь менять? Да ты вышел, он принял карточку. Конечно. Ну, потерял ты что-то на курсе, да бог с ним, ты даже... Ну, ты в любом случае потеряешь, более того, часто ты поменял по курсу банка какого-то там местного или центрального, да, а ты поменяешь по курсу... Своего хотя бы, ну, родного, понятного, не так, чтобы доброго. А ты пойдешь в обменку, где эта обменка, и что-то вот начинаются эти поиски более выгодного какого-то. Давайте так, если вот меня спросят, а как вот одной строкой? Одной строкой мы говорим, что это как минимум удобно, а как максимум еще и безопасно. Вот наш такой вот тренд, куда мы хотим двигаться и делаем... Причем забавно, Владимир, смотрите, я согласен с обоими позициями, да, это удобно и безопасно, но все-таки удобство вы на первом месте поставили. Объясню почему, потому что про безопасность, и я же, помните, с чем мы начали, что у нас реноме стран, там бывшие, что там... У нас, да, очень опасно. Да, поэтому про безопасность, и банки в России сегодня везде, они уделяют этому колоссальное внимание, тратят колоссальные деньги на информирование, что там не разглашайте пароли и так далее. Это говорит об одном, что у нас публика-то все-таки, ну, ее надо образовывать, помогать ей про безопасность, потому что не зря все эти... То есть безопасность не от того, что у нас действительно небезопасно, а просто мы как бы... Мы про это забываем, вспоминаем только тогда, когда у нас утащили там деньги из кошелька или из карточки или со счета и так далее. А так этот пин-код, да, он где-то у меня записан, сейчас я посмотрю, причем я стою здесь в очередь, и я, значит... Ладно, если бы где-то, обычно на карточке фломастером, это, конечно, худший случай, да. Вот, поэтому мы говорим, что это еще и безопасно, как для продавца, так и для покупателя. Удобно и безопасно, удобно и безопасно. Ну, это очевидно. Просто если говорить безопасно и удобно, тогда маленько меняется фокус, значит, мы из опасности... Нет, мы из неудобства сначала, но помним про безопасность. Для нас, как для бизнеса, вот этого безопасность главный козырь, а удобство, ну, а пользователям удобно. Это здорово. Хорошо, у нас очередные новости сейчас по плану, пока есть несколько секунд. Я проанонсирую еще раз, уважаемые слушатели, мы сегодня говорим о неком сервисе, замечательном сервисе мобильного эквайринга. И в гостях у меня Владимир Канин, собственно, основатель этого сервиса в России. Значит, слушаем новости, а потом продолжим разговор. Ну что ж, продолжим наш эфир. Последние 12 минут интересного разговора. Разговор этот, касаемый сервиса мобильного эквайринга PayMe, и его основатель сегодня у меня в студии, это Владимир Канин. Уважаемые слушатели, мы продолжаем отвечать на вопросы. Ну, и прежде чем, собственно, эти вопросы озвучить, все-таки наверняка актуальная тема. Вы как бизнесмен, да, вы предлагаете, как минимум, не очень дорогую услугу в плане покупки этого устройства. Ну, а за транзакции, да, за сами какие-то процентик, наверное, набегает. Да, конечно, как без этого. Как без этого, конечно. Сегодня процент и у нас, и там тот самый американский проект, про который мы рассказывали вначале, так получилось, что рынок вышел на такую ставку 2,75% с каждой операцией. Я сейчас поясню, это чуть выше одного вида эквайринга, чуть ниже другого вида эквайринга. Если вы крупный продавец, допустим, что пицца у нас была, вы автомобилями торгуете или шубами или чем-то еще. Оборот, я, видимо, вырос после пиццы. Да, вы теперь автомобилями и шубами. Конечно, вам не нужны мобильные эти устройства, и вы спокойно себе в салоне торгуете, и наши крупные банки радостно дадут вам ставку 2% или плюс-минус около того. Если вы торгуете чем-то в онлайне, неважно, с сайта ваш клиент вводит карточку, это 3% или около того. Мы говорим, что эта история где-то посередине, то есть это ниже вот такого и выше такого. Но выше почему? Потому что это удобство, мобильность, есть за что платить. А почему ниже, чем онлайн эквайринг или интернет эквайринг, он еще называется. А потому что мы говорим о том, что у нас безопасная физическая карта присутствует, все зашифровано и так далее. И поэтому мы можем себе позволить предлагать ниже ставку, чем просто онлайн эквайринг. Когда мы общаемся в этом семинаре, проводим для бизнесменов, и когда мы говорим, как вам по ставке, они говорят, ну да, мы слышали, что есть 1,9, я говорю, а вы чем займитесь? Они говорят, я цветами торгую. Ну то есть, чтобы у вас было 1,9, вы цветами даже грузовиками торговать. При всем при этом основные преимущества. Нет никакой абонентской платы. Одну вы транзакцию провели или миллион, никто, то есть мы в отличие от классических банков и эквайринга, мы не будем говорить, а вот штрафы, а вот ты ноль транзакций, а вот заплатишь 600 рублей, то есть не нужно обслуживать этот терминал, да, ну то есть все, удобство на липсо. Поэтому мы говорим, да, это чуть дороже, чем ваш обычный наземный классический, но зато надежнее, удобнее, безопаснее, чем онлайн. Это здорово. Кстати, об удобствах мы говорим-говорим, и в принципе уже, видимо, эта сторона вопроса очевидна для наших слушателей, а вот о безопасности они продолжают переживать, и в связи с этим есть еще один звонок, давайте его послушаем. Николай, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Действительно, очень сильно беспокоит вот проблема защиты данных. Я вообще сторонник, конечно, пластиковых карт и стараюсь расплачиваться, когда можно, да, но при этом несколько раз меня поражали случаи, да, например, вот у нас в Москве, когда мы берем, бронируем какой-то там кинотеатр, да, вот этот сервис, кассиру, ну, ничего, что я называю, там вообще защиты нет никакой, то есть там вводится номер карты и контрольные суммы сзади, и все, и это передается как-то, ну, совершенно непонятно каким образом, открытым. Я понимаю, когда мне приходит смс-подтверждение на телефон, и я там вожу там код дополнительный, это одно, а когда вот так вот, это никакой защиты, я считаю. Потом в шведском, вот трансфер из шведского аэропорта, да, туда в Стокгольм, там ведут автобусы, они работают только по пластиковым картам, там наличным вообще не расплатишься, они просто берут и проводят карточку, ну, вот магнитную полосу просто снимают, и все, никакого ни подписи клиента, ни ввода там, пины, карты, ну, потому что через чип, да, я стараюсь через чип оплачивать, потому что это, я считаю, более защищенное, да, слышал, по крайней мере, вот, но вот когда вот так вот проводится просто магнитной полосой, это, ну, это ненормально, это любой может провести, или там известный случай, когда делают копию магнитной полосой. Ну, то есть вот, если бы сделали вот везде смс-подтверждение на телефон, ну, или что-нибудь в этом духе, тогда это было бы, да, ну, доверительно, с моей стороны. Все. Спасибо, Николай, за звонок, спасибо вам огромное. Ну, вот видите, да. Отличный вопрос. Вот я, кстати, извините, извините, сейчас, Владимир, есть, по сути, ну, по сути, такой же вопрос от нашего другого слушателя, или сейчас я его прочту, от Эдуарда. Ну, ладно, давайте, я не могу никак. Да, вот то, что сказал Николай, во-первых, не ожидал, что так вот подготовленный будет пользователь пластиковых карт. Да-да-да, очевидно. Отличный вопрос про безопасность. Во-первых, спасибо, что сказали про одноразовые пароли по смс. Мы, кстати, единственная компания сегодня, которая известная нам на рынке, и банку тоже, и прочее, прочее, мы в полной мере реализовали вот этот механизм одноразовых паролей, потому что если у вас чиповая карта, вы абсолютно правы, это наиболее сегодня продвинутый и безопасный способ, разновидность пластиковых карт. Если у вас карта такая чиповая, и вы пользуетесь нашим сервисом, то мы, конечно же, пришлем вашему клиенту, кто у вас там пиццу покупает, одноразовый пароль, и ровно то, о чем сказал Николай, что это его как-то успокаивает. То есть это одна из технологий, она называется 3D Secure, например. Ну, подождите, как-то успокаивает все-таки? Звучит не очень убедительно. Нет, секунду. Это просто для успокоения? Нет, нет, это не для успокоения. Это действительно безопасный способ платежа. Если одноразовый пароль введен, то это означает, как минимум, что карта находится у его владельца, мобильный телефон, куда привязаны смс-информирование, находится у его владельца. С ним же, да. И поэтому, поверьте мне, ну, я считаю, что это сегодня, наверное, наиболее безопасный способ. Вот, и он точно так же сказал, что если вот чиповая, я вроде как больше доверяю, вот вам пример от реального пользователя. Все, что он рассказал про Стокгольм, оплату карты, где просто магнитной полосой прокатали, я его спешу успокоить, вот такие, как в транспорте. Вот ровно тот случай, про который он рассказал. Там есть ограничения, оттуда нельзя утащить какую-то колоссальную сумму. Эта транзакция называется small ticket transaction, она как раз для билетиков таких вот. И осуществляется там, есть. А ограничения кто устанавливает? Платежная система, банк и так далее. То есть она просто не примет там, да, больше суммы. Через нее нельзя скачать там, украсть сотни долларов. Или списать, украсть здесь неправильное слово. Списать сотни долларов. Та же самая история в Старбаксе. Чашка кофе в Америке, вот я с чиповой картой, и там сколько, 5 долларов она стоит. Ни пина, ни подписи, мне чашку кофе отдали и все. Ну там как раз ограничено рисками. Во-первых, менее, менее, ну, реноме у стран такой, что там мошенников-то поменьше будет. И поэтому доверия как-то побольше. Поэтому в случае Стокгольма не бойтесь там платить. Наверное, это все более-менее продумано. Ну транзакция именно транспортная, small ticket так называемая. Ну и вот вопрос, да, который в эту же тему, я его прочту. Наш слушатель пишет, как вы обеспечите безопасность данных карт от недобросовенных продавцов, номер карты, секретный код. Да, значит, это было одно из основных краеугольных камней нашей технологии, когда там ее рассматривали эксперты, там, визы и банка и так далее. Ни продавец, ни его курьер, там, по злому умыслу или недомыслию, я это называю, не может прикоснуться к данным карты и не может никаким образом там ее скопировать или узнать что-то про нее. Да, карта, будучи прокатана через ридер в момент покупки или продажи там чего-то, данные всей этой карты шифруются и больше ни в смартфон, да, потому что сейчас вирусы там на Android все напуганы и так далее, ни в iPhone, ни в Android никуда не попадают в открытом виде. Владимир, извините, я вот даже сейчас слушаю вас, а как физически, вот смотрите, ну опять вернемся ко мне, я продаю пиццу. Я опять к прежнему бизнесу вернулся. Мы сегодня в пицце, да, 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 в прежнем бизнесе. Автомобили не пошли, не пошло, не пошло. Отлично. Пришлось мне пиццей опять торговать, видимо, это моя призвание. Смотрите, я к вам приехал с заказом, вот у меня есть мой смартфон, мой ридер стоит, да, вы держите карту в руках. Да, да. И дальше как наше взаимоотношение? Я вам протягиваю смартфон. Да, протягивайте смартфон, показывайте, что вот там, на сколько вы мне пишете. На 450 рублей, это видно на экране, вы мне показываете, я вам даю карту, прокатываю. Если карта чипована... Вы мне даете карту. Ну вот прям вот из рук в руку. А хотите вы мне смартфон дайте? Здесь вопрос же, кто как... Ну в любом случае это не принципиально, да? Нет, это не принципиально. Потому что ваша карта оказалась у меня в руках. Она же у меня на глазах, помните, там по правилам банка, не передавайте, там, не теряйте из виду и все такое. Я ее не теряю из виду. То есть пока вы за ней наблюдаете, да, то есть можно быть спокойным. Да, мы сейчас как раз ведем работу, что мы там будем голографическими логотипами помогать, там будут эмблемы или логотипы платежных систем, банков и так далее. То есть у нас долгий путь впереди, потому что регулярно спрашивают, а вот как, опасно или безопасно. То есть мы говорим, да, безопасно. Да, больше того, для продавца это абсолютно безопасно. Если он увидел на экране смартфона наше сообщение, оплата произведена, то это означает, что он деньги завтра там увидит на счету. Точка. Никто там не будет ему говорить, а вот, там, мы передумали, верните деньги, а пиццу уже съели позавчера. Да, естественно же это дело так. Поэтому еще раз повторю, вот это важный вопрос, подчеркну. Данные карты ни продавцу, ни курьеру, опять же, по доброй или злой воле, недоступны. Он ее прокатал, дальше это дело банка, платежные системы и наши, мы защищены всякими правильными стандартами безопасности, пластиковые карты и так далее. То есть мы говорим о том, что как только ты эту карту прокатал, ее нельзя нигде найти, то есть следов. Ну то есть вот как скопировал номер, да, намного опаснее в плохом кафе отдать ее официанту. Ну я вдруг вспомнил, конечно, в ресторане, как же мы, вот принесли счет, я положил туда карточку, она куда-то пошла, что она там с этой карточкой. И вы надеетесь, ну не молитесь, а надеетесь, чтобы завтра не начали странный смс поступать. И вы смотрите на официанта, можно ему доверять или нет. Вот в этом случае риск в разы больше. Больше, конечно, конечно. Тут я наблюдаю за карточкой, хоть и в чужих руках, а там я ее некоторое время просто... Вы наблюдаете, причем сервис, про который мы говорим, что он более или менее как-то проверен там уважаемыми брендами, нашими там партнерами. Еще один вопрос от Дмитрия. Владимир, зарубежный такси, применяется такая технология оплаты? Нам известно, что применяется там, как ни странно, ну вот опять же американский, если пример говорить, или европейский, там очень быстро классические терминалы адаптировались. И вот они стали вешать на подголовники и так далее, такие большие штуки там и чаевые, но у них отношение другое к чаевым и к учету этих чаевых. Но тем не менее, нам известно, и мы видели в США несколько раз, по-моему, в Канаде кто-то из наших друзей видел, похожую историю. То есть частный предприниматель, у него есть лицензия, он прокатывает, да, да, но еще не очень много. То есть мы говорим, что сейчас, например, мы ведем проект один, как раз планшеты с нашим устройством, Android-планшеты, и он уже на торпеде там, ну как терминал у него используется. Это да, здорово. Очень удобно. Кстати, уж если опять мы вернулись к тому, как это за границей, как это у нас, я предполагаю, что, ну, по объективным каким-то параметрам у нас все-таки, да, перспективы развития этой технологии, ого-го какие, да, в отличие от того, что в Европе, и уж тем более в Америке, да, мы все время говорим о неком запасе роста этого рынка. Вот оцените, пожалуйста, его буквально в двух словах, у нас осталось полторы минуты. Сегодня, по разным данным, количество карт в России на руках, там, приближается к 100 миллионам, по разным оценкам 75-80 миллионов карт. Количество терминалов, да, сегодня это, там, десятки тысяч. За пределами Москвы или Санкт-Петербурга и так далее, карты не принимают нигде. Но, тем не менее, количество карт растет, количество кредитных карт растет, количество людей, желающих и привыкающих платить и за миль, и за кредитов и так далее, растет. А, соответственно, все чаще и чаще люди будут приходить, неважно, про рынок мы с вами сегодня говорим, про пиццу или про такси, и будут говорить, а можно я заплачу картой? Вот когда эта критическая масса дойдет до того, что предприниматель скажет, да уже сколько можно, и придет за нашим ли терминалом, за другим, рынок мы сегодня оцениваем колоссальный. Так, к примеру, мы до конца года планируем продать, там, порядка 20 тысяч, 30 тысяч устройств. Пока все говорит о том, что мы идем в плане. Мне кажется, кульминация, действительно, и уже вот этим моментом прорыва будет именно вот эта картинка, я ее в финале еще раз нарисую, когда вы пришли на обычный овощной рынок, подошли к торговству укропчиком, да, и сумели купить пучок, да, при этом не прибегая к наличному расчету, это будет гениально. Это будет скоро мы вас позовем. Спасибо, что пригласили. Спасибо огромное, Владимир, в гостях был Владимир Канин, основатель сервиса мобильного эквайринга, PayMe, уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждали тему, как способны подобные вещи облегчить жизнь бизнесу и нам, частным клиентам, ну, очевидно, это удобство и это безопасность. Еще раз спасибо, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.